Кстати, почему российский бизнес чувствует себя вольготно в Украине? Почему его не трогают? Потому что если наши тронут российский бизнес, россияне тронут украинский. А кому же это надо? Бизнес-пакт про ненапад, фактически. Нет, конечно. То есть они же понимают, те, кто держит свои активы в России. А вы знаете, что у нас много, довольно-таки много людей, очень богатых, которые хранят сбережения в России. В банках российских. Например, кто? Ну да, я вам так скажу. Да скажите же! Могу не успеть выйти из студии. Люди держат в России, какими надо быть дебилами, извините за выражение, чтобы держать деньги вообще в российских банках. Ну держат же. Ну там уж не тримают как раз у захидных, а... Да где-то и в украинских, напевно, тримают, или нет? Из наших? Из российских. Не, я не думаю, что россияне держат в украинских банках. Это вообще... Не, ну банковский сектор тримает. Деякий сегмент его, каже Оценко просто. Но наши очень богатые люди, да, в свое время активно держали. И это сейчас они же подвешены. Им говорят, сидите тихо, у вас же тут папки лежат. Ну, тобто... Делайте то, что мы скажем. Будут заявы, будут гучные какие-то пиар-кроки. Однако конкретных результатов щодо обмежения по работе российского бизнеса в Украине, напевно, вы не ожидаете. Ну, 40 томов, слушайте, это же вам не два листочечки. Да, хоть 50. Леонид Николаевич Толстой просто... Ведь завтра с чего? Напевно. Ну, представьте, что у вас бизнес в России. Вы живете в Украине. Вы серьезный человек. У вас бизнес в России. Ну, и... Ой, я вы... Закроют, допустим, если вы прищемите Аню, россиянку, которая тут держит бизнес, вас прищемят там. Поэтому вы вместе с Аней отнесете тут деньги куда надо. Гордону. Спасибо. Не откажусь. Какой будет закиненным банком? Чтобы не трогали... Нет, чтобы не трогали ваши активы российские здесь. Все элементарно, потому что пострадают активы там. То грошей? Ничего особенного? Ничего. Никакого патриотизма, никакой идеи за этим нет. Ничего. Только деньги. Исключительно.